В законодательном уровне в парламенте был принят пакет законов по поддержке и защите детей. И мы очень надеемся, что парламент перейдет в рабочий режим и к очень актуальной, важной повестке дня. И в канун 1 июня, Дня защиты детей, команда оппозиционной платформы «За жизнь» инициирует проведение детского дня в парламенте, чтобы рассмотреть законопроект, чтобы пересмотреть социальные стандарты, которые сегодня нужны для поддержки семьи с детьми, поддержки детей. И, конечно, здесь, в Донецкой области, позавчера в Луганской области мы провели большие совещания со всем местным самоуправлением, с военно-цивильными администрациями, с районными администрациями по подготовке совместного законопроекта по защите детей, пострадавших от боевых действий. У нас 6 лет идет война на Востоке, и более 33 тысяч детей продолжают жить в зоне боевых действий. Сотни детей получили ранения, более 150 детей за 6 лет войны погибли. Но, к сожалению, за все эти годы, кроме как статуса, дети не получают никакой поддержки со стороны государства. А семьи с детьми, живя в зоне боевых действий, конечно, находятся совершенно не в равных условиях со всеми остальными семьями в нашей стране. И поэтому мы инициировали подготовку такого законопроекта. Мы очень благодарны и военно-цивильным администрациям Луганской и Донецкой областей, что мы смогли, знаете, деполитизировать этот вопрос и объединить профессиональных людей, для того, чтобы такое решение было принято в украинском парламенте, и чтобы люди наконец-то почувствовали поддержку и заботы со стороны своего государства. Мы также инициируем рассмотрение вопроса и требуем, чтобы правительство срочно отреагировало на открытие контрольно-пропускных пунктов между контролируемой и неконтролируемой частью. Потому что, к сожалению, два месяца люди, которые остались проживать на неконтролируемой части в Луганской и Донецкой областях, сегодня отрезаны от всей страны. И мы требуем, чтобы как можно быстрее возобновили работу контрольно-пропускные пункты, чтобы граждане Украины не оказывали своей стране в изоляции. Потому что с Европы везут самолеты, со всего мира возвращают украинцев. А у нас в нашей стране сотни тысяч людей сегодня находятся без возможности приезда в Украину. Разделены семьи, разделены сегодня люди. И мы настаиваем на том, чтобы как можно быстрее контрольно-пропускные пункты заработали. И, конечно, встречаясь в эти дни очень много с детьми, мы посетили детские дома семейного типа, мы встречались очень много с общественными организациями. То главный вопрос, главная просьба, инициатива, которую выдвигают люди сегодня к президенту, к парламенту, к правительству, это чтобы как можно быстрее все-таки слов о мире перешли к реальным решениям. Чтобы украинский парламент принял те законы, которые бы сегодня, которые может он принять и которые бы поддержали, защищали людей. Чтобы хотя бы в социальных вопросах, это выплата пенсии на неконтролируемой территории, это индексация выплаты переселенцам, это статус мирным людям, пострадавшим от боевых действий, это восстановление сегодня приоритетного режима налогообложения для Луганских и Донецких областей. Это сегодня можно принять в украинском парламенте, чтобы это было сделано. Также команда оппозиционной платформы «За жизнь» подготовила пакет законопроектов по инициативе наших лидеров Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича по реализации минских соглашений. И мы считаем, нам не нужно ждать указивок из-за границы. Нам нужно уйти от режима работы, только с чего изволит Международный валютный фонд. Нам нужно сделать все, чтобы как можно быстрее в нашу страну вернуть мир, как можно быстрее защитить наших людей. И поэтому пакет минских законопроектов, он подготовлен командой «Оппозиционная платформа за жизнь». И мы настаиваем, чтобы его начали принимать в украинском парламенте. Потому что защищать граждан Украины – это главная задача украинской власти. Защищать наших детей украинских, поддержать их. Потому что, к сожалению, все шесть лет не индексируются социальные стандарты по защите детей в Украине. Это тоже в силах и в руках сегодня украинского парламента и правительства. Поэтому мы требуем, чтобы эти вопросы, эти решения были приняты. Также мы провели большое совещание с представителями здравоохранения в Луганской, в Донецкой областях. И перед этим мы были в Харьковской области, в Полтавской области. Сегодня мы поддерживаем требования украинских врачей. Нам нужно сделать все, чтобы отменить второй уровень медицинской реформы, которая сегодня просто уничтожает остатки медицины в Украине. И здесь нельзя тянуть со временем. Потому что каждый день, не выплаченных заработных плат врачам, не оплаченных лекарств, это все отражается на здоровье граждан Украины. А в период коронавируса, в период, когда как никогда актуальна сегодня вопрос системы здравоохранения в Украине, нужно отложить обещание Международному валютному фонду уничтожить здравоохранение в Украине. Нужно отменить те издевательства, которые были приняты пани Супрун, восстановить систему здравоохранения, привезти страховую медицину, но дать людям доступность сегодня медицинских услуг, и главное еще и доступность льготных лекарств. Потому что сегодня они работают не льготные рецепты, а цены в аптеках напоминают больше цены в ювелирных магазинах. Впечатление, что это цена не таблеток, а цена каких-то золотых изделий. Поэтому мы требуем, чтобы правительство срочно пересмотрело, парламент принял, мы необходимые законы зарегистрировали, отменить эту позорную реформу здравоохранения, которую нам притянули из-за границы под руководством Супрун, и сегодня ее дело, к сожалению, продолжает жить в Украине. Мы требуем этой отмены. Дякую. Дякую.